Абхазская партийная система Наш электорат не готов к партийной системе выборов, то есть к выборам по партийным спискам, о которых так много говорилось в последнее время. То есть мы не готовы к переходу от мажоритарной системы выборов, чисто пропорциональной и даже смешанной. Вот я как бы приводила уже определенные данные, в которых говорилось, что собственно говоря результаты этих выборов это полный крах для партий. Я лично скептически отношусь к выборам по партийным спискам. Я не исключаю их необходимости со временем, но сегодня, к сожалению, у нас в Абхазии 10 партий, но если сравнивать их программы, то они мало чем отличаются друг от друга. И поэтому, если говорить о кандидатах от партии, то люди, скорее всего, голосуют не за представителя партии, а за представителя определенной политической группы или за сторонника того или иного политического лидера. Поэтому вот мы знаем, что от партии выдвигалось 24 кандидата, а в общей сложности победили всего 4 человека. В части слабости абхазских партий согласен с коллегами и Ибрагим Чкадуа, однако он является сторонником смешанной выборной системы. Очень активно группы кандидатов, они буквально ломились в дома, что это что-то новое. Раньше было, но не в таких масштабах. Это что-то новое в этих выборах, и это надо тоже проанализировать, их нужно переварить. Потому что, и это, собственно говоря, тоже один из аргументов в пользу смешанной системы. Потому что ломиться в дома и пытаться агитировать за какую-то партию сложнее, чем за конкретного кандидата в этом участке. Я сторонник смешанной системы, я это не скрываю, потому что я считаю, что нужна мотивация для партийного строительства, она может быть только в условиях, если будет смешанной системы, когда партии тоже будут иметь свои квоты. Сегодня наше общество, в том числе и политическая элита, нуждается в абсолютно новой системе, не только касающейся выборов, но и государственного управления в целом, говорит изидачание. По сути дела, мы маленький народ, мы маленькое государство, и я когда говорю народ, я не имею в виду только Абхазов, я имею в виду народ Абхазии. И те системы, которые мы пытаемся скопировать, они у нас явно не работают, то есть они дают постоянный сбой. Возможно, мои мысли в некотором смысле наивны, но я считаю, что в выборах депутатов мы должны остаться как бы и в мажоритарном поле, но в выборах депутатов, каждого депутата, должен принимать участие каждый избиратель. То есть к системе выборов надо совершенно отнестись по-другому, ее надо вообще переделать, переписать. То есть, считает главред нужной газеты, 35 депутатов должна выбирать вся страна, вне зависимости от округов. Соответственно, допустим, длинный список из 137 фамилий необходим на каждом участке, где гражданин сможет отметить 35 нужных с его точки зрения кандидатов. Такое парламент изидачание считает народным. Ее коллега Манана Гургуля отмечает, что необходим более профессиональный подход к выборному процессу. Если говорить о том, за кого все-таки голосовали люди, скорее всего, они голосовали за известных им людей, за знакомых им людей. Кто-то оценивал профессиональные качества, кто-то оценивал, и это не исключалось, какие-то родственные связи, дружеские связи. Кто-то оценивал, допустим, какие-то возрастные характеристики, надеялись на то, что придет новое поколение, которое, может быть, скажет свое слово в законодательной ветве власти. Но мне кажется, все-таки нам не хватает в какой-то степени такого профессионального подхода к выборам. Иногда складывается впечатление, что люди, голосуя за тех или иных кандидатов, они голосуют за работников всяких отделов и управлений жилищно-коммунального хозяйства. Асфальтирование, установка трансформаторов и все прочие предвыборные кандидатские подарки продолжают перевешивать на чаши избирательных весов, рассуждает Манана Гургулия. В этом с ней согласна и Езида Чане. Выбирали, к сожалению, родственников, друзей. И во многом эти выборы оказались такими показательными. На этих выборах мне стало понятно, что избирателя легче всего покупать. И тут государство тоже должно взять на себя инициативу и каким-то образом продумать этот вопрос. Потому что это ненормальное явление, когда избирательные голоса покупают. И когда мы думаем, кто из депутатов больше уложил асфальта. Мы не думаем о том, какой у него профессиональный уровень, какие завтра он будет лоббировать интересы. Я уже не говорю о том, что и оппозиционные, так называемые, и неоппозиционные депутаты все использовали административный ресурс. Ибрагим Чкадуа отмечает, что выборы в абхазском обществе стали привычным делом. Избиратели знают, как голосовать, кандидаты как агитировать. Однако прошедшую кампанию журналист называет отчасти чрезмерной. Феномен малого общества, который мы из себя представляем, предполагает такие вещи, как такой очень тесный контакт между кандидатами, избирателями, его командой, избирателями, которые могут чуть ли не в форточку залезть и говорят, а вы идете, мы вас подвезем, мы вас довезем. Это очень, это оскорбляет, это унижает, может в каком-то смысле, и от этого надо уходить. Я надеюсь, в следующие выборы мы от этого избавимся. Анана Гургуля характеризует прошедшую кампанию как спокойную и даже в некотором роде стабильную. При такой активности и обилии кандидатов этот результат уже неплохо, отмечает директор информагентства. Да, все-таки очень важно, что как бы вызывает некое удовлетворение, очень важно, что все-таки относительно спокойно прошли выборы. Я иногда шучу, что в Абхазии парламентские выборы это своего рода 35 выборов президента. А президентские кампании у нас всегда очень эмоциональные, очень активные, порой очень драматичные. И парламентские выборы тоже бывают таковыми, свидетельством, чему является даже вчерашняя ситуация в Орзале Центральной избирательной комиссии. Одна из главных надежд, которые Манава Гургуля связывает с новым парламентом, это переход к дискуссиям и диалогам между политическими противниками внутри парламента и уход с площадей. Изидачане считают этот парламент едва ли относящимся к той или иной политической силе на все 100%. Я думаю, что нынешний парламент в том составе, в котором он собрался, вне зависимости от того, какое там количество сторонников президента, какое там количество сторонников еще каких-то кандидатов, опять же, я не склонна называть все это оппозицией, потому что если там есть какая-то оппозиция, то она еще не сформировавшаяся. Это, скорее всего, люди, которые кучкуются по каким-то своим экономическим интересам, финансовым интересам, вокруг определенных личностей и которые преследуют политические интересы. Я подозреваю, что этот парламент просто погрязнет в торгах, вот грубое слово, но в торгах по поводу должностей и вот других привилегий. Часть депутатского корпуса по-прежнему принадлежит так называемым центристам, народным избранникам с нейтральной позицией. У нас всегда с нейтральными депутатами бывает так, все зависит от того вопроса, который оказывается злободневным или обсуждается. И вот эта некая нейтральная часть, она часто голосует в одном случае поддерживает оппозицию, в другом случае поддерживает, допустим, условно говоря, провластных депутатов. Численность их не настолько велика, чтобы она стала решающей, но в зависимости от того, какую позицию, я очень надеюсь, что эти люди будут присоединяться все-таки не к личностям, а будут присоединяться к той или другой группе, а что будет та и другая группа, сомнений, я думаю, никого нет, в зависимости от интереса общества к тому или иному вопросу. Вот это единственная надежда. У шестого созыва будет время для своеобразного политического разгона, считает Ибрагим Чкадуа. Избранные 34 депутата действительно многим отличаются друг от друга, и в любом случае для слаженной работы придется преодолевать различные барьеры. Достаточно длительный момент для согласования внутри парламента, для того, чтобы парламент пришел в рабочий ритм, потому что он будет очень разношерстный, и внутри партийный, и между партийными тоже. И поэтому, я думаю, он трудоспособности такой активной, нормальной достигнет через полгода, может, через год. У нас каждый парламент сталкивается с большими задачами и проблемами для страны, очень важными, и они в той или иной степени с этим справлялись. Насколько этот справится, покажет жизнь. Делать прогнозы – дело неблагодарное, тем более в наш век, когда все очень быстро меняется. Манана Гургуля отмечает, сегодня возможно выделить одну главную мотивацию, которая движет большей частью кандидатов. Это вопрос приватизации земельных участков, объектов, и вот он вызывает такую оживленную дискуссию. При его обсуждении чаще всего парламент почти в полном составе присутствует. Мне кажется, что если бы решением этих вопросов занималась не законодательная, а исполнительная ветвь власти, то кандидатов в депутаты парламента было бы несколько меньше. Среди избранных депутатов много новых лиц, в том числе совсем молодых политиков. В то же время немало опытных деятелей осталось за парламентским бортом. Вот что об этом думают наши собеседники. Усталость от лиц, оно существует, даже в психологии существует такое понятие, усталость от политических деятелей. Конечно, происходит естественная смена поколений политических элит, и это нормальное явление. Тут играет на самом деле не возраст, а вот просто молодость активная. Можно не делать это более энергично. Но меня это не утешает. Коррупция остается коррупцией в молодом. И оно даже как бы более опасно. То есть молодое поколение поняло, что на выборы надо идти с деньгами. Причем с чужими деньгами, а не со своими. Честно говоря, сейчас идет некая смена поколений. Поднимается молодое поколение ребят, которые были подростками во время войны. И, кстати, для них участие или неучастие в войне уже не является некой индульгенцией. Когда молодые люди очень так легко относятся к смене одного вида деятельности на другой вид деятельности. Это имеет свои плюсы, но имеет и свои минусы. Но то, что вот поднимается молодое поколение, новое поколение, которое хочет взять на себя, так сказать, ответственность за решение государственных проблем, я это безусловно приветствую. Манана Гургулия считает, что именно выборы как нельзя лучше демонстрируют все огрехи, как выборного законодательства, так и проходящие в течение месяца кампании. Именно потому, если и менять этот закон, то только в ходе самых первых сессий после избрания. Я думаю, что бы я хотела, чтобы вновь избранные депутаты парламента пока свежий этот опыт. И вот это ощущение плюсов и минусов, чтобы они все-таки внимательнее отнеслись к избирательному законодательству, внесли, допустим, необходимые поправки в него. Уж, по крайней мере, одна поправка, которую я бы очень хотела, чтобы они внесли, это отменили вот эту унизительную процедуру маркирования пальца избирателя. Ну, я бы, конечно, поддержал то, чтобы голосовать надо все-таки птичками, а не вычеркивать. Это просто не по-кавказски, не по-абхазски. Огромное количество процентов бракованных бюллетеней в пользу того, что надо менять эту процедуру. Если кандидат к президенту должен сдавать экзамен на знание языка и в общем грамотности, почему ты не должен делать кандидат в депутаты? Пускай диктант пишет, мне не важно, в каком языке и как там и так далее. Пускай я хочу знать его IQ элементарное, уж простите меня, потому что у меня есть поводы сомневаться, исходя из составов прошлого и позапрошлого парламента. Такими увидели парламентские выборы и их итоги абхазские журналисты. Какие прогнозы четвертой власти, а власти законодательной, окажутся верными, покажет только время. Элинора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ